10 часов утра, выезжаю с города Алматы. Сегодня 4 декабря, развязка на Алтнарде еще строится. Заправил полный бак, 92 сегодня стоит 178 тенге. Еду в сторону Бишкека, точнее в сам город Бишкек. От Алматы ехать примерно 250 километров. По времени пока не знаю, сколько это займет. Здесь вот ташкентский трак пересекается с Бакадом. Стройка продолжается. Мост еще не подняли. Чтобы видео не были слишком долгими, про поездку в Кыргызстан будет несколько видео на канале. Так что подписывайтесь и не пропускайте новые выпуски. Здесь что-то прям строится вдоль трассы. Сейчас будет развязка. Прямо это Бишкек, налево Каскелен. А направо это трасса Алматы-Караганда. Дальше можно выехать в сторону Астаны. Вот Нор-Султан. Знак до Бишкека 216 километров. По этой трассе последний раз ездил примерно где-то в начале лета 2021 года. Были объезды, съезды, ремонт дорог. Где-то, наверное, 4-5 объездов. И сейчас вот уже декабрь, зима. Посмотрим, что изменилось и что успели построить. Проезжаю мост через реку Шамалган. После лета здесь однозначно обновили асфальт. Дорога здесь хорошая. Бишкек 200 километров. Вдоль трассы есть наземные пешеходные переходы. Так, примерно 40 километров от границ города Алматы. Есть вот такие камеры. Контрольный, не знаю, пункт пропуска. Видимо, отслеживают выезжающих и заезжающих. Раньше здесь, с левой стороны, был пост полиции. Потом его убрали. В плане, пост остался, а вот полицейских убрали. Так, примерно на 44-м километре от города Алматы появились вот такие отбойники. Вроде как летом здесь асфальта не было. И вот сейчас здесь и с той стороны есть асфальт, и с этой стороны есть асфальт. 45-й километр от границ города Алматы. Здесь вот съезжаем с хорошей дороги. А так дорога идет прямо. Должна идти. И здесь вот такой объезд. Частично асфальтированный. Выезжаем, я так понимаю, на старую дорогу. А так до этого дорога была хорошая. Так, ну здесь небольшой отрезок, и вон там вот буквально вижу старую дорогу, которая еще в неплохом состоянии. Видимо, за старой дорогой перестали ухаживать, так как она реально вот после лета потрепалась. Да, состояние старой дороги реально так себе. И здесь вот участок, обгон запрещен. Едем колонной, и сзади нас колонну, главное, закрывает полицейская машина. Самса, село Лукокруга. Самса, село Лукокруга. Самса, аула. Про данное село есть видео отдельное на канале. Уже здесь был, снимал село. Новая дорога будет идти в обход села, с левой стороны, вон там где-то. Так, подъезжаем еще к одному объезду. Это примерно 60 километров от города. Объезд здесь уходит налево. О, по всей видимости, открыли здесь тоже новую часть дороги. Классно. Да, выехали на новую часть дороги. Открыли движение только с одной стороны. Дорога асфальтирована, но это очень круто. С правой стороны раньше объезд был вон там, видите, с правой стороны направо уходил. На этом отрезке пути в целом и с той стороны тоже асфальт постелили. Пока что не установили защитное ограждение посередине. По бокам тоже пока что нет никакой защиты. Ой, ну дорога классная. До этого вон там с правой стороны объезжали. Там асфальта не было. Так, теперь дорога сюда уходит. А здесь, видимо, будет посередине какой-то разворот. Такая большая, это большая часть. А в этой части уже и отбойники успели поставить. Так, примерно 71 километр от города Алматы. Съезжаем. Так, видимо, будет еще одна объездная дорога. Ого, кто-то жестко попал в аварию. Так, а мы пока что вроде съехали опять на старую дорогу. Благо, здесь лежит асфальт. Если вдруг кому интересно, то километраж от города Алматы я начал считать от Аутнорды. Таргаб Аула. Говорят, в этом ауле самый вкусный кузе. Про данный аул я тоже снимал отдельный выпуск. Он есть на канале. Вдоль дороги здесь, в ауле, вот есть вот такие ларьки, где можно покушать, попить кузе. Также здесь есть вот такое заведение, Таргаб Кузе. Так, съезжаем со старой дороги на новую дорогу. Это примерно 81 километр от границ города Алматы. Вроде как снова оказались на старой дороге. Ну вот, пока что примерно 83 километра проехал от города Алматы. И особо плохих дорог нет. Объезды очень короткие и буквально плохих дорог нет. Берег Тас, село Лококруга. А я Жанка ФСР. Еду сейчас по старой дороге. Видимо, здесь как раз и будет проходить и новая дорога. Вижу тут с правой стороны, там деревья рубят. С левой стороны что-то перекопали. Да, здесь только деревьев вдоль дороги. Примерно проехал 94 километра от города Алматы. Здесь есть Авразия. Кафе Се. Местами вдоль дороги очень странные знаки. Ограничение скорости 50 километров в час идут. То есть, ремонтные работы. А где эти работы не пойму вообще? Данная трасса также ведет в сторону города Тарас, Шамкент и так далее. В скором времени трасса будет уходить в сторону Курдая и Бишкек. Уже проехал 110 километров от города Алматы. Дорога нормальная. Вокруг вот такие виды. Пасутся очень много коров, лошадей, барашков. Интересно, что будет с этими деревьями на 117 километре от города Алматы при строительстве новой дороги. На 119 километре от границ города здесь с левой стороны уже началась расчистка территории под дорогу. Видимо, вторая часть, так скажем, стрессная полоса будет с левой стороны проходить вон там. А здесь даже уже успели поднять уровень дороги. Не везде, так местами уже есть насыпи. Уже подъезжаю на пересечение двух областей. Алматинская область и Жамбулская область. Проехала от города Алматы в западном направлении 123 километра. А вот и Жамбул область. И здесь сделали вот такое соединение. Отсюда уже вроде как начинается бетонка. С левой стороны разбирают Асхану. Здесь вдоль дороги есть уже остановки вот такие. И вроде как вот такая дорога уже хорошая. В плане идет до города Тарас, Шымкен, Хазларда и так далее. Подъезжаю к развязке в сторону Кордай. 140 километров от города Алматы. Старый пост полиции. Ранее уже снимал видео про Кордай. И в том видео уже была вся эта дорога отснята. Если кому интересно посмотреть подробнее. Кордайский перевал. Начало. Опасный участок дороги. Для подъема здесь сделали две полосы. А для спуска только одна. Ограничение скорости 70 километров в час. Так, на перевале вроде особо снега нет нигде. И уже, я так понимаю, выехал сюда наверх. Здесь вот ветровая станция стоит. С левой стороны Кордайская. Здесь вот находится поворот на населенный пункт Музбель. На данный момент это небольшой такой аул. А оказывается, раньше здесь был поселок Курдай. Так скажем, военного назначения. Вот, там были разные танковые дивизии, пехотные и так далее. Сейчас там ничего нет. Только небольшой аул. Про село Музбель тоже есть видео на канале. Местами вдоль дороги лежит снег. Но дорога чистая. Иду на спуск с перевала. Да, видать, камазистам здесь очень тяжело. Едем где-то 10 километров в час, а то и меньше. 192 километра от города Алматы. Заехал в населенный пункт Кордай. Харасу 18 километров. Там вроде как тоже можно пройти через границу. Ишкек 24 километра еще. Остановка на заправку. Проехал всего 195 километров. Ушло бензин, оказывается, 16 литров. Еду по центральной улице Кордайя. Она упирается как раз в КПП, через который можно будет пройти. Так, это граница между Казахстаном и Кыргызстаном. Говорят, ее отремонтировали в 2020 году. И сейчас она стала намного, работать намного быстрее. И в целом условия стали лучше. Уже подъезжаю к пункту. Здесь очень много микроавтобусов. Машины стоят, люди. Так, Казахстанскую границу прошел за 10 минут. Еду дальше. Заехал теперь на нейтральную территорию. Стою на очереди в Каргаза Республикаса. Для пересечения границы потребовалось только паспорт. Техпаспорт машины. И еще на въезде заполнил маленькую бумажечку. Там нужно было написать номер машины, марку машины и фамилия имя отчества. На этом все. Теперь жду вот здесь. Недавно в СМИ прочитал то, что с 1 декабря в Кыргызстан можно заехать только с ПЦР. А раньше можно было заехать просто с паспортом вакцинации Казахстана. Вот. А сейчас теперь нужно еще и ПЦР делать. Я вчера сделал ПЦР. Обошлось 6490 тенге. В 4 часа сделал и уже в 10 было готово. Вот я и в Кыргызстане. И здесь сразу населенный пункт начинается Ленинская. Прошел границу за минут 12. А так на нейтральной территории прождал аж 25 минут. На границе проверили ПЦР-тест. И просто спросили, куда едете, с какой целью. И все на этом. Проверили довольно быстро. Заправка Роснефть 92,57,50. Это, кстати, уже мой не первый приезд в Кыргызстан. Не знаю, наверное, может быть, седьмой или восьмой. Я думаю, как и многие, в Кыргызстан обычно люди приезжают летом купаться на Иссыкуле. Или ездить по природным достопримечательностям. Ну или кому надо там по работе. Бишкек. Также, конечно же, и зимние виды спорта здесь есть. Одна из, так скажем, знаменитых горнолыжной базы это Караколь. Я не знаю, в этой поездке получится туда съесть или нет. Ну, посмотрим, если времени хватит. От Башинский канал. Здесь сохранились автобусные остановки старого образца. Пескоблок. Оказывается, я еду по улице Алматинская. Причем название старое. Алма-Атинская. Видимо, это центр населенного пункта. Здесь вот есть храм, памятник. Заметил, что здесь в Кыргызстане многие ездят без фар. Точнее, большинство. Видимо, здесь по правилам ПДД не требуется включение фар в дневное время. Ну, вот, к примеру, одна, вторая, третья машина. Вот одна с фарами едет. Конец населенного пункта Ленинская. Газпром. До Бишкека осталось 10 километров. Аламудун Виллэдж. Еще один населенный пункт. Чекиш Ата. Бодрый гриль. Картошка. У Эли. Город Бишкек. Добро пожаловать. Еду обратно. Уже подъезжаю к границе. Ого, здесь у Касы есть небольшое озеро с правой стороны. В тот раз не заметил. Так, с этой стороны границы прошел за 10 минут. Еду теперь в Казахстан. Так, уже оказался на нейтральной территории. Казахстанскую границу я еще не прошел. Проверили паспорт, техпаспорт. Проверили ПЦР. Или проверяют еще вакцинацию. Чтобы заехать, даже если ВК останется. Также еще отправили на ИДК. Сказали это что-то вроде рентгена. Вот, когда я заезжал, получается, в сторону Кыргызстана. То есть там такого не было. Там просто был досмотр машины человеком. А здесь, оказывается, будут смотреть через какой-то специальный аппарат. Со стороны Казахстана дают еще вот такую бумажку. По поводу ПЦР или вакцинации. Лучше всего, конечно же, распечатывать. Держать на бумаге. Так как сказали здесь, что это намного быстрее, чем заходить в интернет и смотреть ПЦР или вакцинацию. Ну все, вот я и в Курдай. Прошел рентген. Прошел физический досмотр еще. То есть человек проверяет машину еще раз. Спрашивает вопросы. Что-то вроде, типа, есть ли какое-то оружие с собой. Куда, откуда едешь. Вот, в целом, на этом все. Снова в Казахстане. Вот, а рентген, оказывается, то есть ставишь машину под рентген, сам выходишь. Они смотрят рентген прям до мельчайших деталей полностью. Оказывается, всю машину. Раньше такого аппарата вроде не было. Сейчас вот появилось, немножко удлиняет, так скажем, сам досмотр и прохождение границы. Простоял там, получается, сколько? Полчаса. Полчаса на казахстанской границе, чтобы заехать в Казахстан. Кстати, если после рентгена им что-то не понравится, то будет досмотр с пристрастием. Там, оказывается, у них даже есть подъемники для машины. То есть они полностью могут поднять машину, я так понимаю. И еще и вам ходовку проверить полностью. Вот такая вот новая схема. Не знаю, конечно, когда выйдет это видео, но данная информация актуальна вот на сегодняшний день, на 6 декабря. Если что-то изменится или появится какое-то новое постановление, я обязательно ссылки на статьи и так далее закреплю в комментариях под видео. Если вы проживаете в городе Алматы или где-то рядом, то за несколько часов можно оказаться в Бишкеке, в Кыргызстане. Так сказать, сменить обстановку и оказаться в небольшом путешествии. А на этом данный выпуск подходит к концу. А про город Бишкек будет отдельное видео на канале. Так что подписывайтесь. Увидимся в новых выпусках. Спасибо, до скорой встречи и пока-пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok